Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вы слушаете очередной подкаст из Вирком ФМ. Сегодня 7 сентября и мы возвращаемся с нашим форматом. Начало нового политического сезона, преддверие сразу трех больших изобретенных компаний и несколько тем, которые мы хотели бы обсудить более актуально, более сверх. Привет! Меня зовут Валерий Боуган, я главный редактор Избирком ФМ и главный редактор издания Избирком. И сегодня я ведущий подкаста, со мной редакторы издания Избирком Евгения Агенова и Кирилл Бойко. И начнем мы с такой темы, близкой многим дисситам. Это тема о противостоянии в Одесском областном совете. Итак, у нас вот уже фактически месяц не может собраться областной совет по самым разным причинам. По крайней мере, там они пишут каждый раз причины разные, иногда вообще ничего не пишут, но по факту мы видим эти переносы. По неофициальной информации, переносы вызваны готовящимися изменениями в руководстве областного совета. На данный момент, напомню, у нас председателем областного совета является Анатолий Урбанский, и его заместителями являются Олег Радковский и Юрий Демчук. Вот о том, кто же может смениться и на кого мы сегодня и начнем говорить. Итак. Ну, я не помню фамилию сейчас, на кого они собирались сменять, Радковского, Олега. Но информация, что собирались, можно считать подтвержденной. То есть, в первую очередь, нам важно то, что меняют Олега Радковского, это один из заместителей, пока не говорят о смене других руководителей. Да, и по появившейся в СМИ информации, мягко сформулируем, речь идет об одном из представителей совсем другой партии, и предварительно речь идет об оппозиционном блоке, в результате чего в Одесском голосовом совете может сформироваться такая своеобразная коалиция. Надо отметить, что Радковский у нас представляет Баттищину. Да, Радковский представляет партию Баттищина, и таким образом сейчас есть такая не совсем стабильная, но все-таки какое-то большинство областей есть, которое с грехом пополам, но большинство решений принимает. Хотя его и часто бывает недостаточно. Мы неоднократно видели ситуации, когда либо из-за отсутствия кого-то из депутата, из-за болезни, неважно на самом деле, какие причины, областной совет вообще не собирался. Это если коротко о... Ну, надо сказать, что сегодня же 7-го числа областной совет опубликовал на своем сайте информацию, что был согласительный совет перед сессией, но окончательная дата Родика все-таки 11-й у нас, да? Пятая дата, четвертый перенос, да? Мы только успевали, чтобы все это было в очередном переносе. Вот сейчас на 11 сентября, и вот сегодня был согласительный совет, и на сайте областного совета сообщается, что его провел именно Олег Радковский. Есть фотографии, рядом находится Максим Степанов, глава обладминистрации, а вот председателя облсовета Анатолия Урбанского нет. Хотя обычно согласительный совет идет все-таки председательный совет. Да, интересно, чем-то все закончится. Ну, на данный момент, да. Следующая дата, которую мы сейчас владеем, это 11 сентября. Подождем, увидим. Осталась меньше недели. Следующая ситуация, о которой хотелось бы поговорить, это большой, уже переросший давно рамки Одессы и Одесской области скандал в Одесском национальном медицинском университете. Коротко напомню, за последние несколько месяцев был принят целый ряд документов в Министерство охраны здоровья. Был принят целый ряд судебных решений. Суть их сводится к тому, что академик, профессор, многолетний руководитель Одесского медицинского университета Валерий Запорожан, человек, который, там, ну, в Одессе известен, пожалуй, каждому, наверное, да, взрослому человеку и которого, как только не называли, там, и руководителем масонов, и, ну, человек очень известный и далеко не в самых узких кругах, отстраняется от руководства вуза. Дальше происходит просто какой-то... Я даже не знаю, как это произойдет. Троший угар, будем говорить. Да, будем говорить прямо, да. Действительно, нет, там очень сложно подобрать такую цензурную лексику, которая бы описывала все происходящее. Появляются временно исполняющие обязанности руководителей. 1 сентября вместо запланированной... Такой... Не, не, вместо запланированной... Ну, это первая линейка, да. Первый звонок, как правильно. Посвящение студентам? Да, да, то есть вместо какого-то праздничного мероприятия, которое должно было состояться в оперном театре, проходит какое-то небольшое собрание где-то там на улице, возле самого медуниверситета. Дальше происходит еще целый ряд замечательных событий. И вот заканчивается все буквально сегодня тем, что на данный момент ситуация такая, что Валерий Изапаржан якобы физически прибыл в университет, где при его непосредственном руководстве поменяли замки в кабинете ректора. И вот теперь он находится там. Время с помощью обязанностей текущей, да, это у нас Валерий Дубинин не может попасть туда, соответственно. И вот такая вот ситуация. Абсолютно непонятная. Там еще есть информация, что якобы Запорожан дал указания главному бухгалтеру никакие не проводить без его подписи, не проводить никакие финансовые операции, то есть там зарплата, и все это вот зависает. Скажем так, настораживает то, что он имеет доступ к кабинету и к документам. То, что у него оставалось влияние на определенных людей в университете, здесь даже сомневался мне стоит, но у него есть теперь доступ к физических документам, к компьютеру, к файлам каким-то и так далее. А, собственно, его в том числе обвиняют именно в финансовых преступлениях, причем на достаточно крупные суммы. Например, Косовская служба опубликовала информацию о нарушениях примерно на 27 миллионов гривен. Для ВУЗа, у которого это примерно соответствует масштабу годового бюджета, это очень большие деньги. Да, речь идет, конечно, о нарушениях за последние 5 лет. Это мы говорим о нарушениях, которые нашла проверка. Но мы все с вами, как говорится, взрослые люди, наши слушатели тоже, и мы знаем о том, как люди в основном учатся в Медине, как они туда поступают. Но все равно 27 миллионов, это довольно масштабно. Там, наверное, 27 миллионов гривен в месяц, если все сосчитать. Ну, может, я преувеличиваю, но, честно, и это в иностранной валюте, потому что объемы взяточничества там сумасшедшие. Но количество студентов в Медуниверситете, насколько я помню, около 4 тысяч студентов. Если даже, да, вот, предположить, что вот по таким, да, скажем так, наиболее негативным оценкам каждый второй платит взятку, да, или даже каждый, ну, пусть даже каждый четвертый, тысяча, да, платит просто за учебу, просто за значу каждой сессии. За учебу, за прогулы, за еще что-то. Это нужно системы? На самом деле там налажена система. Ну, понятно, что все не без греха, все бывает, мы все понимаем, но в этом вызове налажена очень четкая система была, к сожалению. Ну, говорю об этом, потому что имела возможность там немного работать, и, ну, просто это потрясающе. Да, это люди видят. Уголовных дел нет, и их не будет по этому делу, потому что все заинтересованы практически, ну, как правило. Ну, когда система захватывает полностью весь, все учебное задание, любую структуру, да, Ну, и с другой стороны, отпускалась куча врачей, эта система взятых действует долго, если сейчас начинает копать, то надо врачей тогда дипломов решать, лишать. Нет, это бессмысленно, просто хотелось бы, чтобы эта система сломалась уже хотя бы сейчас, на будущее. Ну, да, но по поводу того, что лишать дипломов, на самом деле, здесь у нас сейчас, в ходе реформы, в том числе, идет глобальная идея по переаттестации врачей, да, и вот, и это действительно необходимость, потому что мы видим, что у нас есть уже целое поколение врачей. Ну, с другой стороны, у нас переаттестация полицейских была, это как-то не особо сильно. Скажем так, все-таки... Многие из них потом через суды повосстанавливались. Нет, нет, это немножечко разные вещи, все-таки переаттестация, она должна быть, у врача должна быть лицензия. Здесь врач решен на лицензии, ее потом, конечно, может восстановить, но все-таки это будет гораздо сложнее, и это немножечко другие масштабы трагедии. Все-таки большинство тех полицейских, которые вернулись через суды и т.д., это руководители, там, среднего звена, да, но руководители. Мы говорим о переаттестации массовой. Ну, это, если коротко, о медицинском университете, о том, что там происходит. Хотелось бы за этой не очень позитивной новостью перейти к ситуации более приятной, более интересной. Вы знаете, всегда приятно рассказывать хорошие новости, хотя они не так часто бывают, но вот мы стремимся к тому, чтобы наше медиа было, в том числе, продвигало хорошие новости. Так вот, на базе этого гунарского офиса сети правового развития в этом году была начата очень интересная инициатива от мамы к маме. Это бесплатный обмен и обеспечение детскими товарами тех семей, которые нуждаются в детской одежде, обуви, игрушках и т.д. Я знаю, что подобные инициативы есть во многих странах Европы, в Америке, и очень приятно, что вот Одесская область, конкретно Патагонары, и причем при поддержке нашей партнерской организации, кандидат-избирателей Украины областного принимают непосредственно участие в старте такой инициативы в Украине. Это, можно сказать, очень круто. Это действительно та инициатива, которую можно потом показывать людям и гордиться тем, что вот у нас тоже такое есть. И если раньше это было где-то, возможно, какие-то личные инициативы, кто-то кому-то что-то отдал, передал, то здесь идет речь все-таки об достаточно организованной инициативе. Что вы считаете, что вы думаете о подобных начинаниях, да, и вот такие реформы снизу, да, вот насколько они есть, может быть, еще какие-то примеры, которые за последнее время встречали? Да, Украина вообще держится на волонтерах и добропорядочности наших граждан, их активность. Нет, ну серьезно, тенденции, на самом деле, в этом плане хорошие. У нас становится, ну, популярна, что ли, помощь друг другу. Ну, это тоже инициатива, да, инициатива помощи, если так ее обобщить. И, как мне кажется, то у нас становится это, этих инициатив все больше, да. Волонтерам становится быть, ну, не то что модно, но как престижно в каком-то смысле, в хорошем смысле этого слова. И это, этим мы, на самом деле, становимся похожими на страны западного мира, где это очень развито, гражданское общество очень сильно. и, как недавно слышал об одной из стран, что если ты не состоишь хотя бы в двух активных общественных организациях, имеется в виду не в том, в плохом смысле, в котором иногда у нас это имеется в виду, да, а имеется в виду общественные организации, которые помогают там больным людям, бедным людям, ну, что-то в этом роде, да. Если ты не являешься активным членом хотя бы двух из них, то, ну, с тобой что-то не так. Более того, если, например, на работе идет сокращение где-то, да, в европейских странах, то уволят того, кто является менее активным общественным деятелем, да. Тот, кто является волонтером или вот что-то такое делает, придумывает какие-то интересные проекты общественные, его оставят. Ну, потому что это ценится, да, и ценится помощь друг другу. Ну, даже в стране, которая, скорее, является обычным контрпримером в подобных начинаниях в Китае, сейчас при внедрении вот этого их нового социального рейтинга, да, о котором в мире очень спорят, значит, называют многие таким большим братом своеобразным, при этом многие говорят, что у них тоже общественная деятельность, она вот очень положительно влияет на такие социальные рейтинги. Ну, пока у нас, слава богу, ни о каком социальном рейтинге, по крайней мере, таком регламентированном речи не идет, но он начинается снизу, начинается от людей, и это тоже очень хорошо. Еще одна новость, на самом деле, которая прошла, вы знаете, в какой-то степени, не то, чтобы не замечена, но достаточно мягко, очень тихо прошла, хотя, на мой взгляд, и можно было сделать из этого события гораздо больше всего. И вот, хотелось бы обсудить, почему так произошло. это приезд в Одессу экс-президента Франции, государства Большой Семерки, Николая Сарказина. Визит, который прошел, фактически, ну вот, где-то на окраине интереса, полу-инкогнито, мы знаем о том, что он посетил Одесский художественный музей, насколько я понимаю, он фактически лично был знаком с Ротбордом, поэтому это произошло. Ну, в данном случае, да, при том, что можно по-разному относиться к этому художнику, но о том, что у него есть мировое имя, мы вынуждены признавать, да, это правда. И здесь нет ничего удивительного. И, во-вторых, он принял участие в некоем форуме, в рамках которого назаявлял, ну, я даже специально сейчас найду цитаты из его выступления, но в любом случае это выступление, скажем так, не в лучшую сторону, на мой взгляд, говорит о этом политике. Это прошло в рамках седьмого саммита Air Black Sea Summit по вопросам экономического и экологического строительства в бассейне Черного моря. Честно говоря, тоже не совсем понятно его роль в этом черноморском строительстве, но коротко, если говорить, то то Николай Саркази призвал, например, снять санкции с Российской Федерации. Для политика такого уровня, ну, пусть даже и уже не действующего президента, на мой взгляд, это очень опасное заявление, тем более в Украине. Что вы думаете об этом визите? почему так произошло? Почему на таком, настолько на маргинесе, настолько на окраине интереса одесских СМИ прошел этот визит? Ну, потому что мало кто знал вообще, что это за форум и для чего он нужен. Ну, и к тому же, с таких обычных симпозиумов как-то не читаются новости, поэтому никто на них внимания не обратил. скучное заседало. Пришли, собрались, посидели, поболтали. Никто не анонсировал особо, правильно? Его не анонсировали, да. Ну, и к тому же Сарказин, бывший президент Франции. Где, если бы Макрон приехал, или Меркель, действующий. Действующий президент, я боюсь, это немножко не тот уровень. Ну, Она реально проходила полутайно, но мы видели потом посты Саутенкова, депутата Одесского областного совета в фейсбуке, где он там сфотографировался вместе с Баранским, со своим коллегой Саркази втроем, что Саркази прибыл именно по их приглашению. Саркази не побрезглал приглашениями Саутенкова и Баранского. Двое депутатов оппозиционного блока Одесского областного совета. Уровень немножко разный, да, депутаты областного совета и даже бывший президент целого европейского государства, немаленького, ну, то есть его приглашают представителей оппозиционного блока и он призывает снять санкции СССР. Я так понимаю, что его пригласили в принципе, чтобы на этом форуме было какое-то серьезное лицо представительское, международное, что придает значимость. На самом деле там было еще кроме местных политиков, местных участников, хотя, кстати, интересный такой момент, что, собственно, кроме депутатов Баранского и Солтенкова, из представителей Украины фактически был только Урбанский глава собственно. Собственно, все. Все остальные участники этого мероприятия, которые были заявлены в программе, это люди из различных международных организаций, в первую очередь, это и, например, там, юридический директор еврорегиона Нижний Тунай, это и какие-то международные компании, ОБСЕ и так далее. вот здесь я еще вижу, например, члена Британской Палаты Лордов, есть некоторые, представители других парламентов, конечно, никто из них не дотягивает до уровня экс-президента, но, собственно, и все. То есть, глава Восточного партнерства я, к сожалению, боюсь неправильно почитать, но Аудроне Перкаускине, вот, наверное, это высший из тех статусов, которые я вижу, ну, вот так. То есть, оно и из украинских каких-то политиков не так уж много народу. Ну, на мой взгляд, когда подобные международные форумы, по крайней мере, как заявлено, это форум достаточно высокого уровня, проходят в Одессе в такой полузакрытой обстановке, на мой взгляд, это не очень хорошо, оно не было закрыто. То есть, если бы журналисты хотели, я думаю, они бы смогли туда попасть, но вот их туда даже не приглашают. Об этом мероприятии никто... Вообще, по идее, мероприятие по такому Черноморскому региону, оно охватывает порт, то есть, там должен быть представитель, как минимум, Министерство инфраструктуры. На самом деле, не сами министр, допустим, но хотя бы заместитель. это должен быть представитель Министерства иностранных дел. То есть, если в других регионах чего нет, то у нас оно есть, постоянно действующее. И вот очень большой вопрос, как на подобном мероприятии могло не быть представитель? Ну, не было ли это похоже, этот визит, знаете, как в Крым тоже ездят разные демократы, из европейских стран тоже же где-то там находят, чтобы они приехали попытаться легитимизировать таким образом оккупацию, да? И тут тоже как-то так высокий гость, который... Мы не знаем толком, на самом деле, о чем он говорил по теме форума. То есть, тех новосяк, которые распространили, да, при службе, там, ну, общая фраза, что он принял активное участие в панельной дискуссии и так далее. Что конкретно он говорил, кроме санкций, да? Ну, вообще ни о чем мы об этом не знаем. И то о том, что он сказал в санкциях, мы знаем опять-таки из фейсбучного поста одного из участников. Ну, то есть, да, вопросов остается много. На мой взгляд, в том числе, речь может идти все-таки о начале избирательной конференции. В том числе, напомню, у нас весной ожидаются, по крайней мере, в текущей ситуации, весной ожидаются выборы президента, затем осенью следующего года ожидаются парламентские выборы и еще через два года ожидаются местные выборы. То есть, мы входим в такую большую волну избирательную, о чем будем еще неоднократно рассказывать. чтобы выборы президента и парламента не превратились в выборы Таировской громады. Да, о Таировской громаде мы тоже еще были неоднократно, боюсь, вспоминать. Ну, а на сегодня все. Спасибо за то, что мы за наш подкаст умелились обсудить очень много важных, интересных тем и так достаточно активно. До новых встреч, ваши предложения, пожелания, вы можете всегда написать на адрес odresber.com собакагmail.com либо отставить в комментариях к этому подкасту. На сегодня все. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok